Друзья, всем привет! Очень много вопросов приходит в группу ВКонтакте, пишут в комментариях люди из других стран, интересуются, безопасно ли сегодня посещать территорию Украины. И что будет с иностранцами, которые приедут в Украину на отдых, либо же по делам, либо посетить родственников. Хочу показать вам на живом примере, что может с вами произойти, если вы приедете неподготовленными. Значит, приехали ребята из Белоруссии, которые двигались в город Одессу. Ну, до Одессы они не доехали и под Киевом попали в небольшое ДТП. Значит, в Броварской области, возле Броваров, они догнали на светофоре Аку. Ну, дело житейское, ничего страшного, пострадали немножко машины, люди, слава богу, целы, как бы ничего экстраординарного. Приехала новая доблестная наша полиция и начала оформление дела. Дальше началось все самое интересное. Значит, полицейские наши, броварские, решили немножко подзаработать на братьях белорусов и стали их стращать и разводить. Значит, в чем заключался развод? У ребят сразу же забрали права, сказали о том, что придется задержаться им на территории Украины. Это как раз был разгар Евровидения, это был день финала. Придется им задержаться в нашей стране. И машину на штрафплощадку, конечно же, мы забираем. Забираем ее дня на 3-4, потому что до суда, который будет не раньше 3-4 дней, так как судья сейчас на выходном, надо ее ждать, машину вам никто не отдаст. Но за 250 долларов эти чудесные люди, знакомьтесь с ними, вот один из них, предложили ребятам за 250 долларов ускорить процесс и съездить к судье домой, привезти ее, и как бы дело быстрее рассмотрится, и все закончится без штрафплощадки и без лишения прав. Значит, ребята были вынуждены согласиться, так как права у них изъяли, машина была рабочая, надо было людям выходить на работу, возвращаться в Беларуси, поехали в райотдел с этими полицейскими, дальше полицейские, так как уже подходило время сдачи смены, сняли свою форму, переоделись в цивильное, вышли и продолжили развод этих беларусов. Дальше вы на видео сможете посмотреть, насладиться всем европейским подходом новой полиции к иностранцам, которые приезжают к нам в страну, то есть насколько учтивы у нас полицейские, что даже после работы, сняв форму, они продолжают нести свой тяжелый крест и помогают, помогать участникам дорожного движения. Вот, значит, ребята беларусы молодцы, не растерялись, все скрытно зафиксировали, зафиксировали передачу денег, значит, также, чтобы разорваться в ситуации, я попросил самого зеленого тролля, которого я знаю, Евгения Вольнова, позвонить этому полицейскому и уточнить ему по телефону, как же так произошло, что же это было с беларусами и почему наша полиция так себя ведет. Ребята, пишите комментарии, обязательно делитесь своим опытом, как у вас происходило посещение нашей страны. От себя, конечно же, хочу сказать, что не стоит вам бояться посещать Украину, не все так страшно у нас. Я думаю, что вообще в скором времени мы сможем общаться с вами только лично, потому что с сегодняшнего дня в нашей стране, я так понимаю, заблокируют все российские сервисы ВКонтакте, Mail.ru, Яндекс и т.д. и т.п. Не за горами, я думаю, что заблокируют и все остальные нероссийские сервисы. Поэтому, друзья, в скором времени нас ждет с вами не виртуальное общение, а реальное. Будем с вами встречаться лично, общаться, как в старые добрые времена. В общем, приезжайте к нам в гости, никого не бойтесь. Удачи, до новых встреч и подписывайтесь. Скажите, бойцы, вы вообще как, нормально себя чувствуете? Мне просто интересно. Все, давайте. Все, все, доброе. Расходитесь. Я съем на тебя, я тебе пиздаю. Все, расходитесь. Расходитесь. Хорош. Сокер взялся, убить всех был. Тише, не надо. Все, расходитесь. Все, расходитесь. Все, доброе. В соцмережах я распрощу інформацію, де спонукають дітей до самого убитства. В разі, якщо ви десь щось виявляєте, якийсь такий, десь там, хтось перебігає дорогу, другі снімають, або десь влазить по чердаках, повідомляйте, будь ласка, або 102, национальну поліцію. Як одне з завдань ці діти можуть отримати завдання кинути під транспортний засіб. ДТП у нас вже є перший виклик, так що вже є, і люди вже чекають, не можемо. Филентів город, Силентів район? Значить, ні. Два автомобіля Рено залишаються по місту, і після, теж місто. Одне Рено, місто, Ваня, світлі, місто, район, Рено, Рено. Ваня, і Ваня, і Десятка. Теж, район. Тя, на сьогодні платіба? Да. Та, щоб забудуть, щоб права забрати. Ага, щоб права забрать. Висть там 240, зублість 320. Я так прийшов і там... Тя, зараз, рано, втопо, шесту, і після. І після, це, виходить 1300, правильно? Так. Так. Так, це дуже страшно. 300 тисяч, давай. Після. Що, щось, щось. Що, щось. Що, щось. Після. Та я, я, серому, говорю, да ну, нахуй. Я говорю, права. Поехали. Ну, так же тоже не поступаю. Адже. Давай, глядя, я вам сразу передам. Запору документы. Це, це, правильно? Що, кисть. Правильно. Це, 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 це... Пра-альне? Що, кисть? Правильно. Що, кисть? Правильно. так что женщина стала вон и склали протокол постановленный 425 за то что без света ехала и за незупинку выучили посвящение воде я забрали алло вячеслав григорьевич хорошо меня слышно андрей позняков киев пресс-служба полиции послушайте если я не ошибаюсь это именно вы в барварах проводили значит профилактические работы по недопущению детских суицидов это так ну да замечательно григорьевич очень у нас очень хорошо просто очень хорошая обратная связь по этому поводу да хотелось бы вы не против приехать значит поучаствовать пресс-конференции в награждении у нас значит таким было решено выбрать одного из тех кто участвовал в этом я имею из полиции да чтоб показать публике знаете ответить на вопросы ну очень позитивный образ пытаемся формировать полицейского да ну принципе можно так хорошо а у вас вообще имеются какие-то награды уже медали может быть никаких ну вы не против получить значит от полиции за заслуги за активное участие ну да так хорошо а напомните фамилию вашу мне значит номер передали василенко василенко я понял хорошо так то есть как я понимаю это вы с максимом бабычем значит у нас просто есть копия протокола от тринадцатого ноль пятого в шесть утра белорусы бусик дтп к суде поехать вот они видео записали понимаешь в чем дело славик вот где ты берешь деньги тысячу триста гривен такой вопрос награждать мы тебя будем после того как тебя обвинят уже или перед этим скажи мне как ты хочешь ну в прямом смысле есть видео где ты берешь тысячу триста гривен у этих белорусов они записали и разговор записали видео записали вот сейчас будет опубликовано мы после этого тебя будем награждать или до этого ну я даже не скажу ну просто к нам поступила такая информация да вот здесь видеозапись с тобой где-то берешь деньги не совсем просто понятно как мы можем такого полицейского теперь предъявлять публике если ты взяточник славяк понял что будем с этим делать ты звезда интернету да теперь вот награду хочешь получить еще или уже не хочешь он мне да давал деньги чтобы я я как-то бы расплатил расплатился за по квитанции а слушай а из каких-то пор полиция такой сервис предоставляет значит съездить к судье взять квитанции съездить в банк что за сервис такой новый расскажи это какая-то специальная карточка нужна или чё не нет это не специально карточка это просто люди не нас из белоруссии они очень слезно просили